Добрый день, меня зовут доктор Марат Зелтсман, я детский доктор по Венчуле Форида. Я работаю педиатром с 2005 года. Уже работаю педиатром больше 13 лет, я закончил в медицинском университете в Америке в Майами Children's Hospital. Когда женщины приезжают к анароду, нужно пару вещей сделать. Во-первых, нужно выбрать доктора, детского доктора, нужно выбрать гинеколога, госпиталь, где вы будете рожать. Если вы хотите, чтобы я был ваш доктор, детский доктор, когда вы приходите в госпиталь, все что нужно делать, вам нужно будет при поступлении в госпиталь сказать, что доктор Марат Зелтсман из Педиатрика, сосед, ваш детский доктор и когда ребенок родится, нам в госпиталь уже говорит, что наш пациент уже там, что мы приходили и на осмотр ребенка. Так, доктор, скажите, пожалуйста, родила мама при кесаревых и при естественных родах. Сколько раз вы приходите и что проверяете? Обычно мы все стараемся, чтобы были нормальные вагинальные роды, естественные роды. Иногда случается, что из-за каких-то осложнений делаются кесаревые сечения. Здесь, если ребенок рождается нормальными плановыми родами, дети в госпитале обычно 2 суток остаются после родов. Если это кесаревые сечения, обычно 3 суток, потому что маме дается дополнительный день, чтобы она пришла в себя. Что мы делаем в госпитале? Я или один из моих партнеров будет вам приходить каждый день и смотреть ребенка каждый день. Раз в день мы будем у вас. Что мы делаем? Мы делаем просто общий физический осмотр ребенка. Мы проверяем, как сердце, как легкие, как рефлексии все, какие анализы, если есть. И если какие-то проблемы, мы с вами будем это обсуждать. То есть вы рассчитываете, если у вас будут нормальные роды, мы будем видеть вас 2 раза в госпитале. Если у вас будет кесаревое сечение, может быть 3 или больше, в зависимости, как долго вы или ребенок остается в госпитале. Мы, у нас есть в зависимости на госпитале, где вы будете рожать. Я буду приходить, или один из моих партнеров будет у вас. В мемориал госпитале у нас есть доктор, который осматривает всех новорожденных детей. И, скорее всего, она будет с вами. Иногда мы ее замещаем, но обычно это доктор, который только занимается новорожденными детками. Из нашей ассоциации обычно осматривает всех новорожденных деток в мемориал госпитале. Доктор, расскажите, для чего нужен неанатолог? Доктор, неанатолог, это специалист по новорожденным, недоношенным детям, у которых есть проблемы. Во время, если будет кесаревое сечение по каким-то причинам, доктор, неанатолог обязательно будет осматривать ребенка. Это правило всех госпиталей в Америке. Даже если ребенок абсолютно здоровый, но кесаревое сечение считается больше как ненормальные роды, и поэтому неанатолог должен осмотреть. В других случаях неанатолог осматривает только детей, если какие-то проблемы начинаются. То есть проблемы с дыханием, мы подозреваем инфекцию, проблемы с сахаром. Если мы что-то серьезное наблюдаем, неанатолог будет осматривать ребенка тоже. Продолжение следует... Продолжение следует...